Одной из основных тем для обсуждения стал капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных в старой части города Видное, которые обладают особой ценностью, так как им присвоен статус объектов культурного наследия. При проведении ремонтных работ это будет учтено и исторический облик зданий останется без изменений. В рамках данного мероприятия будет проводиться ремонт 28 квартирных домов. Это улица Заводсай, получается, нечетная сторона Гаевского, 1, 3, 7, 9, 1, 13, 15, 2, 1, 6, 3, 4, строительный PC-12. Вторая часть встречи была посвящена единой системе расчетов Мособл-Еирц. Также в ходе форума жители активно задавали и многие другие вопросы, на которые получали подробные разъяснения. Подписана была предварительная смета еще в апреле, а кровля еще даже не начиналась делаться, хотя в плане капитального ремонта она стоит. Елену Клюкину, жительницу поселка Лопатина, волновали вопросы благоустройства. Очень бы хотелось иметь паспорта территорий, не только детских площадок, но, например, ты движешься по дороге, видишь какое-то безобразие, написано, данная дорога обслуживает такая-то компания. Также был затронут вопрос ремонта дорожного полотна на проспекте Ленинского комсомола, где регулярно проваливается асфальт и на проезжей части образуются огромные ямы. Веси сидят, до евро-спара уже практически все приложили. Вот то, что аварии происходили, кусками-кусками, но сейчас все полностью переложили. Сейчас надо уже просто вскрыть полосу, как дорожники это делают, бетоном заливать, стяжку делать, армию давать. Главная цель проведения муниципального форума «Управдом» – это прямой диалог жителей с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и представителями администрации округа. Все вопросы решаются, обсуждаются напрямую, может непосредственно ресурснику, тому же директору ПТО ГХА задать вопрос. То есть это намного проще, чем писать на добродел и ждать, когда тебе придет ответ. Непосредственно глаза в глаза вопрос-ответ. Встречи подобного формата дают уникальную возможность решить самые насущные проблемы в сфере ЖКХ. Все вопросы, с которыми обратились жители, взяты на контроль.